ну и хочу маленько показать вам еще овощи что у меня как вообще с овощами вот чеснок в принципе я вижу что ну по крайней мере это у меня первый сезон практически выращивания так можно сказать полноценный полноценного что это я своими руками посадила своими руками ухаживаю то есть чем состоит мой ход это врыхление полива у нас сейчас в этом сезоне достаточно но как я вижу что не могу оценить не знаю может быть вы оцените как он вот чеснок чувствует себя скорее всего скоро может быть будут стрелки знаю что их нужно обрывать но пока по крайней мере вот так вот он себя чувствует на заднем плане дохленький дохленький горох даже горох в этом году он выглядит очень и в плачевном состоянии тут то что тоненько это вот бульбочки от чеснока по всходили дальше хочу показать вам горе горемычные кабачки вот здесь вдоль забора я высадила обычные кабачки трех видов у меня здесь темно-зеленые светло-зеленые и желтенькие вот не стала сидеть много мне принципе этого достаточно будет но друзья мои как вот два месяца я посадила эти кусты так два месяца они вот в таком замерзшем состоянии бедные конечно не вот тоже не хватает кабачкам тепла им нужно тепло это вот это точно уже однозначно здесь вот сидит несколько кустиков я вам показывала садила декоративную тыкву вот тоже вы посмотрите вроде бы цветет но этот цвет он опадает и не завязываются плоды потому что не хватает тепла это вот видно это видно что по по кустам потому что сколько было вот этих вот цветов и они опадают я подходила не просто вот так вот завидают видно замерзают лучше сказать и нападают то есть пока по крайней мере ни одного плода нет не знаю будет или нет бархатцы тоже сидят на месте есть ноготки вот насыпались видно что опять самосевом будут украшать это местечко вот что дальше хочу показать вам морковка тоже не скажу я что она просто вот радует глаз тоже что-то с чем-то где-то что-то взошло где-то вот вообще тут рядочки почему-то у меня пустые получились ну так в принципе если конечно хоть что-то нарастет ну и пускай хотя бы чтобы для засолки хватило для заделки на зиму каких-то вот лечи я собираюсь сделать тещине язык ну хотя бы вот чтобы хватило капуста капусту я говорила вам что рассыпала вокруг уже сейчас не вспомню название вот эти отвредители от слизней сейчас вот тоже вот эти вот голубые гранулки гроза прикупила и вот тоже рассыпала потому что вижу что начинает ее есть скорее всего это не слизни или как-то я не знаю но вот вы видите питается капустой здесь вот у меня несколько пекинской капусты штучек и вот обычная капуста вот так вот тут вот видно кустик погиб либо его съели неизвестно но я говорила что я вообще не собиралась в этом сезоне садить капусту потому что в прошлом сезоне и ели 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 я боролась 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 в итоге ой горе гремычная но вот несколько пока по крайней мере чувствую себя кустиков полноценно достойно это меня радует потому что прохлада и дожди на капусту действует хорошо хоть она и небольшого размера но может быть несколько кочанчиков если даже и завяжется то и и хорошо вот вот так принципе тут тут тоже вообще такой красивый вот кустик но лишь бы только не съели лишь бы только не поели хочу показать вам клубнику вот как вы видите что ягоды есть и цвет есть но нет солнца и дети ждут не дождутся но вот не знаю мама но будет клубника то мама но будет клубника то я грудь и тишки мои но вы же по не увидите что холодно на улице так вот кто бы вот ответил на этот вопрос будет клубника в этом году или нет едим мы хоть одну ягодку покраснеет она или нет это неизвестно ягод много на каждом кусту практически висит висят ягоды но 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 где солнце нет солнышка и нет ягодок ну и в завершении хочу показать вам свою тепличку с огурчиками и помидорчиками как вы видите куча с мульчи у меня в этом сезоне лежит не мульчировала я растения потому что холодно и вот как наслышано что не стоит мульчировать растения пускай потому что почва и так не успевает прогреваться огурцы я высаживала шахматном порядке не стала высаживать много сколько вот у меня было столько и посадила а вот помидоров то я в этом году очень много высадила конечно себя ругаю за это жалко было выкидывать ну ладно думаю в заготовке пойдет что хочу сказать подвязываю убираю усы посынковать пытаюсь в этом сезоне огурцы посмотрела научилась ну вот расскажу потом вам как это удается у меня или нет пока они в таком небольшом состоянии на днях опять их обработала хомом потому что вот увидела что я не знаю что это болезнь или это ест кто-то но вот на нет на нескольких листиках у меня вот такое поражение получается получилось и вот переживаю что это мучнистая роса или что это вот вот еще например вот такой листик вот вы видите и вот этот хом развела он такая голубая жидкость сразу же все опрыскала потому что очень конечно жалко очень не хочется чтобы что-то пострадало хотя бы хоть несколько огурчиков хочется своих съесть вот они вот как-то вот видите как по краешку сначала вот оно такое какое-то вроде желтенькая даже вот не знаю как-то но быстро так образовалась на листике что вот вроде бы остальные листики себя чувствует хорошо но тут где-то еще и вам хотела показать один листик где-то я его уже потеряла лист этот ну вот я говорю после обработки в принципе вроде бы больше нигде нового не появлялась я и томаты тоже обработала вот томаты подвязала томаты посынкую вот эти вот которые у меня здесь горшочках сидят это балконное чудо я даже их не выношу на улицу потому что на улице холодно здесь хотя бы они начали цвести вот то есть хотя бы это вот меня радует так что хочу сказать что начали началось цветение опрыскала у огурцов у огурцов опрыскала бутоном зависть а здесь проте на карпин био нахвалили мне очень магазине что очень очень при очень и вот каждую каждую кисточку я постаралась опрыскать здесь у меня несколько еще экспериментальных кустов с перцами вот я по краю там высадила здесь и здесь и вот в середине остальные кусты высадила на улицу там свой мини парничок конечно же здесь в теплице перцы намного смотрится лучше тоже цветение уже пошло у них было плоды на некоторых кустиках завязываются это меня радует но вот смотрю что томаты тоже начали цвести дай бог конечно хоть что-то завяжется хоть что-то какие-то плоды будут на пока по крайней мере вот так вот в таком состоянии у меня томаты и огурцы на ночь конечно же теплица закрыта вот днем открываю если тепло вот поддерживаю температуру вот на градусники сейчас я вам покажу сколько у нас 27 градусов вот в принципе я думаю что этого этой до температуры достаточно но когда на улице целый день дождь и 11 градусов я даже теплицу не открываю вот так что вот так вот чувствовать себя мои овощи это куча с мульти я ее не выбрасываю юра мне говорит давай выбросим я нет пускай будет все таки может быть вдруг резко наступит жара может быть я и замульчирую свои кусты вот поливаю в этом сезоне автополивом не автополивом поливом который мне сделал муж там краны вот завел на каждую у меня в каждой теперь грядочки труба мне только нужно открыть краник и все и вообще все здорово всех все замечательно ждем только плоды